Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный Творческий Мир, а я сегодня покажу еще один любимый мною способ сушки цветов в ватных дисках. Не знаю, кто придумал этот способ, но работает он всегда замечательно. Итак, сначала берем ватные диски и, конечно же, растения для сушки. Беру веточки собранных растений и срезаю с них все цветочки. Цветы подбираем так, чтобы они по размеру помещались в ватные диски. Я на поле насобирала тут веточки золотарника, какие-то красивые желтенькие цветочки, сорняк полевой, синие цветочки, это цикорий. В общем, все это сейчас срежу и будем заготавливать. Напоминаю, что цветы собираем в солнечный ясный день, не после дождя, не рано утром, когда роса на растениях, а именно тогда, когда цветы сухие, без всяких осадков. Итак, я срезала все цветочки, теперь подготовила подходящую книгу и беру ватные диски. Аккуратненько расправляю цветочек, кладу его на ватный диск и закрываю вторым ватным диском. Вот и все. Так поступаем со всеми цветами. Открываем следующий промежуток в книге, но только оставляйте промежутки между этими растениями, которые вы сушите, страниц по 30, лучше даже по 40, чтобы не было лишней влаги, несмотря на то, что сушим в ватных дисках. Эта сушка всегда хорошо работает и растения, как правило, не преют. Но все равно оставляйте промежуток в книгах побольше. Кстати, если вдруг вы не рассчитали, собрали много цветов, а ватных дисков не хватает, их можно разделить на две части, каждый ватный диск. То есть они легко расслаиваются, разделяем на две половинки и между этих двух половинок укладываем цветочки. Только по моему опыту лучше укладывайте цветы не на ту сторону, не на ту серединку, которую вы расслаивали. Там вата именно слоистая, потом она слегка прилипает к цветам. А тогда уже тыльной стороной, на тыльную сторону укладываем цветочки и другой тыльной стороной закрываем. Вот я сейчас раскладываю золотарник, вот эти желтенькие маленькие соцветия. Кстати, вот морковник, о котором мне рассказали мои дорогие подписчики, как называется это растение. Спасибо всем, кто в прошлый раз откликнулся. Теперь я знаю, что это дикая морковь. Раскладываю, опять оставляем промежуток и следующее. А когда уже все наложили в книгу, начинаем придавливать другими книгами. И я взяла вот такую тяжелую вазу, которую сама когда-то делала и придавила. И все, оставляем на пару недель. Еще я насобирала вот такие замечательные красивые цветы календулы. Не знаю, как вы, а я обожаю календулы. Замечательное яркое солнечное растение. Да еще и с такими полезными свойствами. Еще насобирала мелкую дикую ромашечку какую-то. И также все это разложила в ватные диски. И вот смотрите, что получилось. Мелкая вот эта ромашечка просто замечательно высохла. Надеюсь, вам видно. Вот каждый тонюсенький лепесточек, он сохранил свой цвет. Серединки остались такими же желтыми и яркими. То есть вот этим растением я тоже очень довольна. Что касается календулы, я и раньше ее сушила в ватных дисках. И знаю, что она прекрасно сушится, сохраняет свой цвет. Цветочки остаются такими же яркими, оранжевыми, ну просто солнышки. Поэтому, если у вас есть возможность, есть такое растение, оно часто растет в огородах, на клумбах, в палисадниках, оно само себя сеет и весной всходит, замечательно сушится календула, имейте в виду. Вот, смотрите, это уже высохшие цветочки. Не правда ли прелесть? Цвет полностью сохранился. Ну, конечно же, это еще благодаря вот этому замечательному методу. Браво автору, кто придумал этот метод когда-то, потому что действительно цветы прекрасно сохраняются. И такие цветы подходят и для любых поделок, для картин, для панно и для эпоксидной смолы. В общем, кому, смотря для чего нужно, эти цветочки подойдут для разных поделок, фактически для любых плоских поделок с цветами. И, кстати, вы знаете, я заметила, что все растения желтого цвета всегда замечательно сохраняют цвет. Хоть это сушка горячим утюгом, вот горячая сушка, о которой я рассказывала и мастер-класс у меня есть на канале, хоть это сушка в книгах, хоть сушка в ватных дисках. Прекрасно всегда сохраняется цвет, вот все желтые растения. После сушки цветочки можно оставить также в книгах прямо в ватных дисках, они прекрасно будут лежать и сохраняться. Можно освободить их от ватных дисков и хранить, допустим, в бумажных обувных коробках, как я иногда это делаю, это очень удобно. А это я вам просто показываю. У меня стояла в вазе мелкоцветковая роза, у нее лепесточки буквально в два ряда. И я, чтобы добро не пропадало, разложила все это в книжки и эту веточку роз посушила. И посмотрите, как замечательно сохранился цвет и как красиво высохли эти цветочки. Обязательно использую их в своих будущих работах. И вот показываю вам свое разочарование. Как вы думаете, что это за цветы? А это цикорий, тот самый красивый ярко-голубой. К сожалению, он даже при таком замечательном способе полностью потерял свой цвет. Имейте в виду, цикорий для этой сушки не подходит. Золотарник прекрасно сохранился. Посмотрите, он такой насыщенный яркий желтый цвет. Вот те самые мелкие цветочки рапса или что-то еще, я не знаю, по крайней мере, очень похожи на рапс, они вообще не изменились. Какие были, такие и остались. Вот те замечательные яркие желтенькие какие-то ромашечки, какое-то дикое полевое растение, они тоже абсолютно не потеряли свой цвет. Так что используйте этот замечательный способ, сушите растения и делайте красоту. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok